Попытки Ильхам Алиева обострить ситуацию на границе, прежде всего, обусловлены внутриполитическими процессами в Армении и Азербайджане. Подобное мнение выразил новостинг-эксперт по региональным вопросам Карен Веронян. Динамика увеличения напряженности на границе прямо взаимосвязана также с переговорами по урегулированию арцигского конфликта, ожиданиями сторон и возможностями их реализации. В качестве положительной стороны нынешнего этапа переговорного процесса необходимо отметить некоторое снижение приграничных инцидентов. Это может стать предпосылкой для продвижения процесса в более спокойной атмосфере, отметил он. С другой стороны, по оценкам эксперта, данная тенденция может иметь латентное значение, и снижение числа инцидентов может нести ситуативное значение, обусловленное ожиданиями Алиева. Иными словами, в случае если эти ожидания кажутся неоправданными ситуация может развиваться более резко и неожиданно. В числе негативных сторон Веронян отметил отсутствие в переговорах прагматического продвижения. Так, попытки Иривана вести переговоры с позицией мира и стабильности не встречают понимания агрессивно настроенного бакинского руководства. Более того, по-прежнему отсутствуют объективные предпосылки в пользу подготовки азербайджанского общества к миру. По оценкам эксперта, Алиев оказался в противоречивом, незавидном положении. Так если ранее военно-политическое руководство Азербайджана обуславливало отсутствие прогресса в переговорах стремлением руководства Армении затянуть процесс, со сменой власти в Ереване данная проблема, как минимум, исчезла. Тем не менее, серьезных достижений в переговорах по-прежнему нет. Соответственно, Алиеву необходимо преподнести азербайджанскому обществу новую пропагандистскую модель в пользу манипулирования и реванным переговорным процессом. Особое значение в Баку придают некоторым противоречиям по линии Армении-Арцах, по возможности пытаясь еще более углубить эти противоречия пропагандистскими и информационно-психологическими методами. Не видя четких возможностей или преференций по итогам переговоров и встреч за последний год, Алиев посредством нагнетания напряжения на границе пытается оказать давление, как на Ереван, так и на страны-сопредседатели МГО БСЕ, подытожил эксперт. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА